Всем привет! Вы на канале Speak All Week. Сегодня подводим итог по Present Continuous – настоящему длительному времени. В конце видео будет практическое задание. Обязательно досмотрите до конца и проверьте себя. Итак, мы изучили 6 основных способов употребления Present Continuous. Давайте сейчас повторим. Первое. Когда действия происходят прямо сейчас, в данный момент. I am speaking now. Второе. Когда действия происходят в настоящем времени, но растянутого времени. We are launching a new promo campaign. Третье. Когда говорим о временном действии. She is working abroad now. Четвертое. О ближайших событиях, которые запланированы в будущем. The movie is starting in 10 minutes. Или She is buying a new flat next week. Пятое. Чтобы придать речи эмоциональный окрас, чаще негативный. She is making mistakes all the time. И шестое. Для описания изменений в процессе. My English is improving. Your English is improving too. Но теория останется теорией, если ее не использовать в разговорной речи. Поэтому сейчас у нас языковая прокачка. Тренируемся говорить Present Continuous по каждому случаю. И пополним словарный запас хорошими разговорными фразами на каждый день. Кстати, а вы уже с нами? Если нет, подписывайтесь прямо сейчас. Мы уже также есть в Facebook и Telegram. Присоединяйтесь. Итак, скажем о действии, которые происходят прямо сейчас. Выучим фразу to give a lift. Подвозить. To give a lift. Он сейчас подвозит меня в офис. He's giving me a lift to the office now. Куда он тебя подвозит? Where is he giving you a lift? Что он сейчас делает? What is he doing now? И спросим, кто подвозит тебя в офис сейчас? А сейчас давайте скажем о двух действиях, которые происходят одновременно. И выучим отличную разговорную фразу, которую употребляют носители языка. To socialize with friends. Общаться с друзьями. To socialize with friends. Мы общаемся с друзьями. Скажите, пожалуйста. We are socializing with our friends. А теперь немножко усложним. Мы общаемся с друзьями. Мы общаемся с друзьями, пока наши дети играют. Когда мы общаемся с друзьями? When are we socializing with our friends? Спросим, что мы делаем сейчас? What are we doing now? Кто общается, пока дети играют? Who is socializing while kids are playing? Who is socializing while kids are playing? Второе. Действие происходит сейчас, но растянуто во времени. Учим новую фразу. To take place. Происходить, случаться. To take place. Такой пример. Сейчас в Европе проходят соревнования по бегу. Помните мой урок о порядке слов предложения? Подсказка. Сначала подлежащая, потом сказуемая. Сейчас в Европе проходят соревнования по бегу. Пробуем. Когда проходят соревнования по бегу? Когда проходят соревнования по бегу? Where is the running competition taking place? Что проходит сейчас в Европе? What is taking place in Europe at present? Вы помните, да, что what употребляем, когда говорим о неодушевлённых существительных? Третье. Скажем о временном действии. И выучим фразу. To work as a sales manager. Работать менеджером по продажам. To work as a sales manager. Он сейчас работает менеджером по продажам. He is currently working as a sales manager. А теперь немножечко усложним. Он сейчас работает менеджером по продажам, но хочет быть программистом. He is currently working as a sales manager, but he wants to be a programmer. Когда он работает менеджером по продажам? When is he working as a sales manager? Кто работает менеджером по продажам? Who is working as a sales manager? Четвёртое. Когда говорим о ближайших событиях в будущем, которые запланированы. Выучим фразу. To resign from a job. Увольняться с работы. To resign from a job. Также можно сказать. To resign from a company. Уволиться из компании. To resign from a company. На следующей неделе она увольняется с работы. Next week she is resigning from her job. Когда она увольняется с работы? When is she resigning from her job? И спросим, кто увольняется на следующей неделе. Who is resigning next week? Who is resigning next week? И ещё одно выражение. To leave for. Уезжать. To leave for. На этой неделе мы уезжаем в Париж. We are leaving for Paris this week. А теперь скажем. В какой город мы уезжаем на этой неделе? What city are we leaving for this week? What city are we leaving for this week? Куда мы уезжаем на этой неделе? Where are we leaving for this week? И спросим, кто уезжает на этой неделе в Париж? Who is leaving for Paris this week? Пятое. Помним, что Present Continuous используем, чтобы выразить своё недовольство, особенно повторяющимися действиями. To make a fool of somebody. Если дословно, то делать дурака из кого-то. Или высмеивать кого-то. To make a fool of somebody. Он постоянно меня высмеивает. И я этим раздражена и недовольна. Что он постоянно делает? He is making a fool of me all the time. Что он постоянно делает? Что он постоянно делает? What is he doing all the time? Кто постоянно меня высмеивает? Who is making a fool of me all the time? Шестое. Present Continuous используем для описания изменений в процессе. To get experience. Получать опыт. To get experience. Скажем, они получают всё больше опыта день за днём. They are getting more and more experience day by day. Что они получают день за днём? И спросим, кто получает больше опыта день за днём. Who is getting more and more experience day by day? А теперь мой пример, что можно сказать в Present Continuous с фразами этого урока. It's Friday. At last the working week is over. We are having a party tomorrow. The party is taking place in the evening. My sister is visiting the party. She is working as a sales manager now. But next week she is resigning from her job. And she is leaving for Germany. She is studying at Berlin's university. My husband giving her a lift to the airport. He is constantly making a fool of my sister. But she likes his jokes. А теперь ваша очередь. Расскажите о себе или о своём друге в Present Continuous, используя эти фразы. Я рекомендую делать такое упражнение 15-20 минут каждый день. Потому что теория останется теорией без разговорной практики. Напишите в комментариях, как вы справились с этим упражнением. Ставьте нам лайк, делитесь видео с друзьями. Желаю вам успехов в изучении английского языка.